Алексей Баталов стремился жить по совести, не причинять вред ближним, не наносить им преднамеренных страданий. Однако в его жизненном пути случались серьезные проступки. В прошлом имело место событие, породившее у актера глубокие угрызения совести даже в зрелом возрасте. В молодые годы он сознательно оскорбил девушку, а на исходе жизненного пути желал бы вымолить у нее прощение, но она уже отошла в мир иной. Баталову оставалось лишь надеяться, что с годами она поняла мотивы его поступка. Попробуйте понять и вы. А пока поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. Вам не сложно, а мне приятно. Благодарю за ваше внимание и доверие. Вот как складывались обстоятельства. Алексей, ты знаком с Олей Заботкиной? Спрашивали 29-летнего Баталова на Ленфильме. Она играла Катю Татаринову в двух капитанах. Но вообще-то балерина, солистка Мариинки. Оля невероятная. Да вот только холодна как лед. Всем отказывает. Всем да не всем. Баталов очень быстро сумел растопить лед утонченной красавицы-дворянки. И понятно почему. Красавец, известный, обходительный. Многие девушки мечтали оказаться на ее месте, но довольствовались лишь открытками с его изображением. Этот некрасивый инцидент произошел в 1958 году. Алексей Баталов соблазнил неприступную красавицу и бросил, отняв у целомудренной балерины девичью честь. Весной того года актер прибыл в Ленинград для участия в съемках кинокартины «Дорогой мой человек». Коллеги с удовольствием приглашали столичного гостя на застолье. На одном из них он услышал об Ольге Заботкиной. А спустя совсем непродолжительное время их представили друг другу. Почти сразу 22-летняя артистка балета влюбилась в Баталова. Она не могла знать, что тот только что расстался с женой-ровесницей Ириной Ротовой, с которой прожил в официальном браке 14 лет и уже вовлечен в любовные отношения с циркачкой-цыганкой Гитаной Леонтенко. Первый брак Баталова был очень ранним. С Ириной Ротовой актер познакомился в 16 лет. Поженились они спустя два года, когда им исполнилось 18 лет. После свадьбы супруги почти сразу стали родителями. У них родилась девочка, которую назвали Надежда. Когда карьера Баталова пошла вверх, отношения с женой начали портиться, так как мужчина много работал и часто отсутствовал дома. Официально быть вместе не было никакого смысла, да и чувства остыли. С дочкой он пытался сохранить теплые отношения, но это оказалось невозможным. Из-за постоянного отсутствия на гастролях и съемках с Надеждой Баталову не удалось выстроить родственные отношения. И в старости он четко это показал. Свою старшую дочь актер полностью лишил наследства, хотя финансовые возможности были. Алексей Баталов еще был женат, когда впервые встретил Гитану Леонтенко на арене цирка. Девушка лихо скакала на лошадях и выполняла такие трюки, которые никто в мире до сих пор повторить не может. Гитана Леонтенко. Алексей меня увидел на манеже, и думаю, это сыграло свою роль. В обычной жизни на меня редко обращали внимание, а во время выступления, когда я с развивающимися косами неслась на лошади, выглядело весьма эффектно. У них завязались отношения. Следующие 10 лет пара то сходилось, то расходилось. Пока Гитана лихо скакала по арене цирка, а Ирина, первая супруга актера, пыталась обустроить жизнь с маленькой дочерью после предательства знаменитого мужа, сам Баталов атаковал своим вниманием хрупкую ленинградскую балерину Заботкину. Ольга была убеждена, что Алексей свободен. Девушка к моменту их встречи тоже успела заявить о себе. Она работала балериной в труппе Мариинского театра, уже снялась в фильме Владимира Венгерова «Два капитана» по одноименному роману Вениамина Каверина. Заботкина сыграла роль Кати Татариновой и для многих зрителей стала олицетворением образа настоящей любви и верности. Ольга отличалась потрясающей красотой, а также весьма самостоятельным, независимым нравом. Она не испытывала благоговения перед чинами или славой и неизменно стремилась оставаться верной самой себе. Баталов впервые увидел Заботкина на съемочной площадке и почти сразу влюбился в миловидную красавицу. А она ответила ему взаимностью. Алексей и Ольга начали встречаться. Финансовое положение актера в то время было весьма скромным, ведь артистам платили крайне небольшие гонорары. Однако они много гуляли вместе, бродили по городским улицам, любовались белыми ночами. А я, как и все, не устоял, каялся уже пожилой народный артист. Она была очень красива, из хорошей семьи дворянских кровей, образованная, разбирающаяся в искусстве, с утонченными манерами, прекрасным вкусом и доброй душой. Они были очень красивой парой, за их отношениями наблюдала вся съемочная группа. Женская и ее часть романтично млела и мечтала оказаться на месте Ольги. Заботкина даже сказала подружкам, что свадьба – дело решенное, ведь все уже случилось, потому парень сделает предложение. «Ну да, Оля рассчитывала, что я на ней женюсь», – говорил Баталов в одном из интервью. «И все ждала, когда решусь. Честно говоря, у меня не было таких планов. Наверное, есть на свете люди, которые никому за всю жизнь не причинили зла. Я себя к таким не отношу. Во всяком случае, Ольга – женщина, перед которой я действительно виноват. Я ее по-настоящему обидел. Может быть, единственную за всю жизнь». Летом съемки фильма подошли к концу. И Баталов малодушно покинул город, вернувшись в Москву. Поначалу Заботкина недоумевала, куда же пропал ее возлюбленный. Почему он не звонит и не навещает ее? Она думала, что он просто загружен работой на киностудии. Но когда правда открылась, девушка слегла на несколько недель. Гордая натура не позволила ей преследовать этого вероломного изменника. И на протяжении всей своей жизни она не желала даже слышать о нем. А Алексей старался загнать историю в самые глубины памяти. Лишь под конец жизни актер признал вину. «Обидел я Олю. Это мой грех, который очень тяжело вспоминать». Спустя несколько лет актриса все же вступила в брак с музыкантом из оркестра ее театра, Сергеем Красавиным. Однако этот союз просуществовал всего пять лет, после чего супруги мирно разошлись. Ольга в то время все еще оставалась молодой и привлекательной женщиной, но после второго разрыва предпочитала держаться на расстоянии от мужчин, жила одиноко. Но затем в ее жизни появился поэт-пародист Александр Иванов, и все кардинально изменилось. Без колебаний она оставила свою карьеру и переехала к талантливому супругу в Москву, полностью взяв на себя управление его делами. В те годы Иванов был назначен ведущим популярной юмористической программы «Вокруг смеха», кроме того, он активно писал, выступал, работал над различными проектами. Детей у пары не было, но оба в браке были счастливы, хоть и прожили не так много. В 59 лет скончался Иванов, спустя пять лет ушла Заботкина от онкологии. Баталов прожил долгую жизнь, его второй и последней супругой стала Гитана Леонтенко. На их долю выпало тяжелейшее испытание рождения дочери с особенностями развития. Долгие годы они пытались поставить девочку на ноги, дать навыки самостоятельности, но увы. Подробнее об этом я рассказывал в другом видео, рекомендую к просмотру. На этом все, спасибо за внимание. Не забывайте про лайк и подписку. И пишите, что думаете о поступке Баталова по отношению к балерине, ниже в комментариях. Интересно узнать ваше мнение.